здравствуйте друзья сегодня мы на реке ишим вот такая здесь красота сегодня хотел бы вам немножко рассказать как определить псевдо позиционеров ну как бы очень легкий способ сейчас спущусь к воде найду место безветренное и продолжим итак друзья я вам объясню каким образом я определяю уже оппозиционеров для начала я четкость для себя понял что в казахстане нет демократии не работают никакие законы не работают выборы не соблюдается конституция из этого я сделал вывод что абсолютно бесполезно участвовать в каких-либо выборах абсолютно бесполезно пытаться организовать какой-либо референдум поэтому я считаю что все кто так скажем уводит народ от реальной борьбы даст действующим режимом именно в поле вот это выборное это есть как раз таки уже оппозиционеры вы если начнете рассматривать каждую кандидатуру так называемых оппозиционеров то вы ужаснете что практически все они будут уводить вас именно в поле выборное понимаете например возьмем пермека нарымбая человек очень активно ведет себя в социальных сетях значит призывает выступать против действующего режима там ненавидит назарбаева то есть для любого оппозиционно настроенного гражданина нарымбаев будет казаться реальным оппозиционером но при этом когда наступают именно даты выборов этот человек автоматически становится тем что ну так скажем завлекателем да именно выборный процесс то есть он говорит что нужно объединяться там против действующей власти там голосовать за того то голосовать за другого организовать наблюдателей но даже если мы организовываем наблюдатели это уже говорит о том что мы признаем эти выбор понимаете это говорит о том что мы составим явку и вот эти люди как раз таки этим и занимаются они уводят народ от реальной борьбы призывая вы их участвовать на выборах например возьмем группу ильяшева на они также активно выходят на улице активно значит взаимодействуют с активистами теми кого посадили на 15 суток то есть там снабжают их продуктами до тратят свое личное время посещая суды то есть мы также видим что это очень хорошие люди что они реальные оппозиционеры да но при этом опять таки когда наступают выборы они также выступают там ильяшев к примеру на кусановских выборах на выборах президента он говорил что он будет голосовать против кусанова а к примеру данная калиева говорила что нужно просто бойкотировать но при этом нужно организовать наблюдение понимаете но и в этом и в другом случаях это полное признание самих выборов понимаете давайте возьмем партию сдп ну о чем говорить эта партия вечно спящая кроме того когда начинается предвыборный процесс тогда они просыпаются ну тут конечно можете сказать да там у сдп бойкотировала эти выборы да бойкотировала но лишь для того чтобы не замараться перед парламентским выбором потому что их оставили как бы ну как порох пороховницы давайте посмотрим на коалицию гражданских инициатив которая сейчас формируется она также формируется под крылом этого самого сдп и она берет под свой контроль именно тех активистов кто способен выходить на улице поэтому это также проект власти для контроля активистов посмотрим на канал басе эти люди очень много говорят то есть они созданы как раз таки для тех кто понял что режим это ну как бы источник до всех бед казахстана и вот этот канал как раз таки работает над тем чтобы опять таки увести людей от реальной борьбы и теперь посмотрите какая у нас оппозиционная сила которая реально призывает к борьбе с режимом и посмотрите какая оппозиционная сила запрещена в казахстане посмотрите каких активистов до посадили в тюрьму серик жахин осет абишев оксана шевчук то есть и ну я могу очень долго причислять они все относятся именно к одной организации именно кто и которая запрещена и теперь просто сделайте вывод почему все вот эти оппозиционеры которые сейчас бегают в казахстане до организации я имею ввиду которые разрешены их также не запрещают в этой стране почему мне пишут некоторые активисты и говоря слушает нам тут предложили из партии у sdp как бы вступить в партию сказали что можно митинговать там ходить на пикеты но при этом не будет никакого там сильного давления потому что будут будете как бы под крылом партии почему все элементарно потому что власть боится лишь одну оппозиционную силу которая способна значит побороть ее на но опять таки вот эти все оппозиционеры лжи оппозиционеры они создают такое мнение что нет на самом деле можно побороть власть по-другому можно там написать меморандум либо можно поучаствовать на выборах то есть масса разных вариантов как победить власть не обязательно там сносить ее можно как бы ну там изнутри в общем вводят я скажу в заблуждение людей поэтому я бы хотел чтобы четко поняли что у нас казахстане никаких оппозиционных сил нет у нас есть оппозиционно настроенные люди но именно оппозиционных организаций в казахстане нет и я понял что у нас лишь одна единственная эта организация которая реально борется с властью но она находится под запретом этой власти естественно я не призываю вас вступать в эту организацию да я не призываю вас выходить на митинги я сам не состою в этой организации я это говорю открыто честно потому что я просто являюсь сторонним наблюдателем мне не нравится что людей вводят заблуждение и поэтому я решил записывать эти видео друзья я надеюсь вы поняли да схема очень простая то есть все кто надеется на выборы но при этом не надеется на народ это есть лжеоппозиционеры вот и все потому что законы у нас стране не работают по моему видению и верить в какое-то выборное законодательство это просто вводите людей в заблуждении на этом я завершу это это видео до большое спасибо кто согласен с моим мнением ставим лайк комментируйте я жду от вас реакций распространять это видео она я думаю откроет глаза многим людям большое спасибо всем удачи